Ну и пошла пятая минута. Как вы видите, здесь ничего нет. Друзья, всем привет! Недавно я хотел распаковать пять посылок вот в этом видео, но распаковал автоподсекатель бракованный, в общем, я им чуть-чуть попользовался, и он сломался. И вот сейчас мы распакуем остальные четыре посылки, которые были сделаны в том видео. Они посвящены рыбалке. Кому интересно, присаживайтесь, будем смотреть, что я заказал. Начнём с самой верхней и посмотрим, что есть. Отправили из Китая. Вес 50 грамм, оценили в 2 доллара. Достаточно дорого. Здесь у нас две позиции, достаточно интересные. Заказал себе лидкор и заказал сверло с иглой. Хочу начать заниматься карповой рыбалкой, ну то есть на сазана, и использовать карповые снасти. И вот решил заказать всё из Китая, потихонечку буду набирать. В наших магазинах всё дорого. Может кто-то сказать, что это Китай. Но я пока не профессионал, буду тестировать. Может быть, буду переходить на какие-то профессиональные. Но пока меня устраивает и китайское, будем, в общем, тестировать. Кстати, эта посылочка рекордная. За все мои 5 лет, сколько я заказываю на Алиэкспресс, она зашла за 8 дней с момента оплаты. Это вот, в общем, я оплатил, сутки обрабатывали заказ, и за 7 дней она дошла уже до дома. Я её уже получил. Итак, иголочка. Она у нас складная. Можно сложить, ничего не затупится, не сломается, и возить в своём ящике. С одной стороны у нас сверло. Это устройство для насаживания бойлов на волос. С одной стороны сверло, с другой стороны игла. Игла, кстати, маленького размера есть и больше. Возможно, мне даже не будет. Нужно заказывать для лидкора иглу. Так как для вязания поводков с лидкора вообще нужна тоненькая игла, но, по-моему, она подходит. Сейчас покажу, что такое лидкор. Здесь у нас 5 метров. Вот такие значения. 45 лб. Лидкор – это у нас поводковый материал со свинцовой жилой. Всё упаковано, всё запломбировано. Заказал зелёного-белого цвета. Есть разные, есть чёрно-белого. И, по-моему, такого бежевого-белого. И сейчас покажу. Вот наша свинцовая жила. Сегодня я не буду вязать никакие поводки, так как у нас много ещё посылок, и видео затянется очень долго, и будет вам неинтересно. Но если вам интересна эта тема, я могу показать, как вязать поводки, оснастку. В общем, кому интересно, ставим лайки и пишем в комментариях. Ну что, поехали дальше. У нас посылочка опять из Китая. И что-то здесь мягкое. Давайте смотреть. А пришли мне перчаточки такие для подводной охоты. В общем, я тоже немножко занимаюсь подводной охотой. И заказал себе на весну. Но пока они пришли, у нас уже жара в тени под 30 градусов, даже больше. А на солнце все 50-60. Так что, думаю, они уже мне не нужны будут. Буду плавать в них уже ранней весной. Так как летом нет смысла. В общем, давайте сейчас осмотрим. Это у нас материал троечка. Неопрен. Опять же, сегодня тестировать ничего не буду. Швы какие там, протекает, не протекает. Но одеть одену, покажу вам, как смотреть. На первый взгляд, перчатки сделаны хорошо и качественно. Но сказать ничего не могу. Так как, когда искал, разные модели просматривал. И в некоторых пишут люди, что протекают швы, и руки мокрые. В общем, некомфортно. Не знаю, не могу сказать про эти. Но на вид вроде ничего. Нигде ничего не торчит и не болтается. Можете просмотреть швы. Они довольно-таки аккуратные. И все вовнутрь. Кстати, написано Hello Diver. Выполнены перчатки вот в таком стиле. У продавца еще есть вот эти вставочки разного цвета. Вверх, по-моему, черный. Но я ссылку оставлю внизу. В описании можете пройти, посмотреть. Мне понравились более-менее вот такие. Хотелось бы, конечно, черные. Но, опять же, я приценивался, чтобы были недорогие. И по комментариям, чтобы были более-менее качественные. Также присутствует у нас фиксатор. Или как? Чтобы утягивать руку нашу, чтобы вода не попадала. С этой стороны тоже самое. Ну, снимаем и продолжаем дальше распаковывать наши посылочки. Следующая вот такая маленькая. Отправили ее из Китая тоже. Оценили в целых 2 доллара. Хотя платил я там копейки. И вес 36 грамм. А пришло это очень интересное устройство, которым я еще не умею пользоваться. Если вы умеете, пишите в комментариях. Расскажите, что и как. В общем, это у нас крючковяз. Если вы не умеете, ну или у вас плохо со зрением. Или просто вы не можете держать в руках крючок. Может, у вас там толстые пальцы какие-нибудь. В общем, вот такая вот штука вам поможет. Наверное. Им я пользоваться не умею. Просто увидел, заказал. Буду учиться. И, возможно, также сниму отдельное видео. Или просто где-то вставка будет там. Выполнено это устройство у нас полностью из алюминия. Кстати, так же, как и игла со сверлом. Они чем-то даже похожи. Но покрашены в золотой цвет. Присутствует такая вот скоба. Тут у нас прорезь. И затягивается что-то. Скорее всего, фиксировать крючок. Здесь у нас две иглы. Если вы знаете, для чего это всё нужно, обязательно пишите в комментариях. Будет очень интересно. Так как я учусь на ваших комментариях. И пытаюсь исправить свои ошибки. Ну, осталась последняя посылочка на сегодня. Также отправленная из Китая. Кстати, раньше было очень много посылок из Латвии, из Литвы, из Эстонии. Сейчас почему-то всё идёт через Китай. Хотя нет, и холод, который вот здесь я обозревал. Он пришёл вообще с Казахстана. Здесь пришла вот такая ПВА-лента. Кому интересно, что это, для чего это нужно, тоже либо это будет у меня далее в видео, либо наберите в поиске и посмотрите, для чего. Я вам вкратце сейчас это расскажу. Данная лента является одной из составляющих оснастки карповой рыбалки. И тоже пойдёт в отдельный чемоданчик. Она у нас является из материала ПВА. Ну, по крайней мере, так написано у продавца. Есть такие ленты, есть мешочки, сетки. И главная функция этой ленты, этого материала вообще, материал ПВА, то, что он растворяется в воде. Вообще, я заказал всё. И тут и мешочки, и сеточки. Но пока пришла первая лента, и сейчас расскажу, для чего я себе её заказал. Мне она нужна будет для того, чтобы поводок привязать к основной леске. Ну, леске или плетёнке, чтобы он не запутался во время заброса. И при падении в воду лента растворяется, и наш поводок чётко ложится туда, куда нам надо. Ширина получается приблизительно сантиметр. Ну, а толщина, не знаю, как вам передать, как плёночка такая тоненькая. Ну, покажу пример. Например, допустим, это основная леска. Я беру свой поводок, который болтается. Вот так привязываю этой лентой. И попадая на дно, лента у нас растворяется. И поводок чётко ложится по течению. Уже не цепляясь во время заброса за катушку, за различные вертлюжки. Всё чётко ляжет, и всё. Сейчас я покажу, как она растворяется. Чуть-чуть протестируем её. Ну, как раз вот этот кусочек. И посмотрим, как она вообще растворяется. Я тоже первый раз буду это делать и смотреть вообще её свойства. Берём небольшой кусочек этой ленты, кидаем в воду, включаем секундомеры, и будем смотреть, на каком промежутке что с ней происходит. По истечению почти двух минут, вот сейчас приближу, покажу. Вот в этом месте. Вот в этом месте она растворилась уже полностью. А сама она уже стала мягкой и липнет. Ну и по истечению почти четырёх минут, как вы видите, ничего не осталось. Остались вот такие комки. Это где была лента сама вот так помята. Ну и пошла пятая минута. Как вы видите, здесь ничего нет. Также её свойства растворяемости очень зависят. Сейчас здесь холодная вода, но если в водоёмах в середине лета это всё прогревается, она растворяется ещё быстрее. В общем, чем больше температура, чем выше, тем быстрее растворяется это бывало вещество. На сегодня все посылки закончены и пора прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки. Также не забываем про мои комментарии, оставляем их, чем вы рыбачите, что заказываете, пишите, будет очень интересно, делитесь опытом. Также не забываем подписываться на канал и не забываем группу ВКонтакте. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok